здравствуйте друзья в эфире канал не аж вот и с вами я юрий гимельфор последнее время меня часто задают приблизительно один и тот же вопрос в разных форм формулировках юра как же так ты уже второй раз выходишь сухим из воды из лап кровавого режима от кровавой губни первый раз в пятнадцатом году с тебя сняли все обвинения в экстремизме теперь вот тоже самое опять тебя все сняли все обвинения в экстремизме а уж не заслана ли ты юрок казачок что-то это как-то подозрительно тут вот людей судят вон девушку из барнаула осудили за посты в социальной сети вконтакте магаданского блогера на 7 лет на 7 лет вы вдумайтесь тоже осудили за какой-то совершенно невинный пост а ты выходишь сухим из воды как же так друзья мы если вы помните то я обещал рассказать как это работает но вначале небольшая преамбула безусловно вы замечали и вы знаете это наверняка что вот иной человек он может 30 лет ездить на своем личном автомобиле и не только ни разу не попасть в аварию но даже ни разу не быть оштрафованным за нарушение пдд а другой 30 метров проехать не может и чтобы либо в стоп не не влупиться либо под нарушение пдд не попасть почему так получается а ответ просто просто первый субъект в нашем примере он умеет водить автомобиль и он знает правила дорожного движения и он знает как эта система работает 2 это на все вышеприведенные утверждения будет ответ отрицательный он не умеет управлять автомобилем он не знает правил дорожного движения и он не знает как эта система работает так вот я сейчас просто расскажу вам и покажу как эта система работает как говорится пристегнись друзья мои и слушайте очень внимательно для начала друзья запомните три правила в бейте их себе в мозг что называется правило первое никто из вас даже если не ведет персональный блог как ваш покорный слуга на ютубе если он не размещает посты в социальных сетях а только лайкает и комментирует не может быть застрахован от того что рано или поздно к нему в дверь не постучат вежливые оперативники из центра на вас может написать донос любой причем поверьте мне поверьте моему опыту это совершенно не обязательно должен быть так сказать именно злой чекист виновен всему это может быть извините меня зомбированный идиот который руководствуясь своими собственными мазохистскими наклонностями он выискивает крамову в социальных сетях и крамову ему покажется и извините меня за вульгарное сравнение даже на слово жопа это возможно это может быть ваш завистник или конкурент это может быть просто человек испытывающий к вам неприязненные чувства наконец это может быть просто банальный шизофреник написать на вас донос может кто угодно кстати говоря вот когда я анализировал это совершенно безумное дело о девушке из барнаула когда на марию фролову написали донос что она якобы оскорбила чувства верующих как впоследствии выяснилось это написала ее лучшая подруга ну дальше уже мы можем фантазировать это в конце концов может парни поделили причины самые разные но первое правило запомнить и всегда держите в голове правило 2 более важно о безусловно вы все наверняка знаете статистику о том что в россии только 0,4 процента процента приговоров оправдательный в наших судах при этом напомню даже во времена иосифа стальна процент оправдательных приговоров в тех советских судах не опускался ниже четырех с половиной процентов всегда колебался в диапазоне четыре с половиной шесть с половиной процентов поэтому если дело дошло до суда это почти стопроцентная гарантия что приговор будет обвинитель но вот тут важно помнить одну деталь статистика умалчивает сколько дел не доходит до суда поскольку им заявлением не возбуждаются уголовные дела подчеркиваю не возбуждается такой статистики не существует хотя вот последний факт для меня лично он удивительный хотя потому что он показал бы мвд в гораздо более благородном и приглядном свете в глазах российской общественности и почему вот подобного рода статистика не публикуется для меня вот по честному загадка но по своему опыту могу сказать что большинство дел об экстремизм они не доходят до возбуждения уголовных дел просто не доходят то есть если вы не хотите попасть за решетку то ваша задача не довести ситуацию до возбуждения уголовного дела вот это тоже вбейте себе в мозг и наконец третий вот мне часто возражают что юра мол а вот на сайтах разных правозащитников дают разные советы и так далее и тому подобное люди им следуют и в результате все равно попадают за решетку так вот друзья мои запомните тоже одну вещь она самое важное дело все в том что результат в первую очередь зависит от того что хотите вы сами если вы не хотите попасть за решетку следуйте моим рекомендациям если вы хотите стать героем мучеником и медийной личностью тогда делайте все с точностью до наоборот тому что я вам сейчас говорю но решать только вам и никому кроме вас я сейчас даю советы как не показаться за решеткой как не быть осужденным по статье 282 а вот теперь послушайте как это делается ну начнем с того что писать и снимать видеоролики вы можете о чем угодно вы можете критиковать что угодно вы можете ругать кровавый режим вы можете критиковать пенсионную реформу что угодно делайте только не призывайте к противоправным не разжигайте не унижайте и не оскорбляйте тут как говорится это правило номер раз соответственно стройте так свои обороты так и говорите то есть ничего из этого быть не должно еще раз не призывайте не разжигайте не унижайте и не оскорблять все больше ничего а так пишите о чем угодно но давайте предположим что несмотря на то что вы не призывали не разжигали не унижали не оскорбляли кто-то написал на вас донос далее должен прежде чем мы будем разбирать рекомендации давайте разберем как работает система она работает следующим образом как только заявление поступил в прокуратуру а я напомню что в прокуратуру может написать заявление любой отмороженный идиот на сайте любой региональной прокуратуры имеется так называемая интернет приемная где можно сообщить об экстремизме соответственно вы заполнять все графы причем от заметьте обязательными полями является только имя фамилия и e-mail все остальные поля адрес отчество а это опционально вы указываете урл который по вашему мнению является экстремистским ставите галочки который положено а дальше пишите в рамках эпистолярного жанра то что в чем состоит собственно говоря кромола при этом я замечу ориентируясь опять же по своему собственному опыту что если вам не повезет и вы нарветесь на какого-то отмороженного идиота он может во все субъекты федерации направлять подобного рода заявление что происходит дальше далее вас будут искать искать будет центр ну давайте предположим что вас нашли окей далее у вас должен взять объяснение сотрудник центра после чего он эти материалы направляет на экспертизу экспертиза почти сто процентов что-то найдет ну чаще всего они находят то что вы кого-то там оскорбили а ком-то высказались негативно это почти сто процентов потому что российская экспертиза я не знаю вот такую методологию можно изобрести на мой взгляд только с пьяну потому что да ведь как они делают они выдергивают слова из контекста я уже вот перебил сам себя я не раз и не два уже говорил что проблема 282 статьи не в том что она есть а в том что она не работает проблема в том что слово не может быть наказуем наказуемо только действие а если действие совершено то тогда необходимо увязать вот это слово являл явилась побудительным мотивом к действию или нет ну вот тогда связка есть с другой стороны опять фразу нельзя выдергивать из контекста данного поста а контекст нельзя выдергивать из канвы нескольких в иск последовательных постов вот каким образом у нас это все делается с точностью до наоборот ну черт с ним экспертиза прошла далее дело поступает в следственный комитет и вот следственный комитет выносит вердикт возбуждать уголовное дело или отказать в возбуждении уголовного дела вот так вот сейчас я вам расскажу как не доводить дело до уголовного дела извините за тавтологию и так правило первое никогда и ни при каких обстоятельствах подобной ситуации не ссылайтесь на пятьдесят первую статью конституции и не отказывайтесь от показаний со ссылкой на то право которое вам дает 51 статья я не юрист и я не знаю стоит ли ссылаться на пятьдесят первую статью в других делах но я вам сейчас это говорю вот по подобным делам почему охотно объясню дело в том что отказ от показаний со ссылкой на пятьдесят первую статью конституции дает от юридические основания для всех последующих инстанций для возбуждения уголовного дела по статье 282 анализ всех уголовных дел за так называемый экстремизм за лайки репосты за сущую ахинею он основан на том что первое почему первая причина почему вообще эти уголовные дела возбуждались только потому что люди ссылались на пятьдесят первую статью конституции только так поэтому никогда не ссылайтесь но к вам пришел сотрудник из центра и пожалуйста вызовите меня повесткой вот так ему надо отвечать для того чтобы я мог ознакомиться что я сотворил нехорошего хотя не имел такого намерения вы тогда когда вы явитесь к нему вы можете посмотреть и увидеть заявление которое на вас написали вот таким образом далее вторая ошибка очень важная состоит в том что люди начинают доказывать свою правоту вот ребята этого никогда не надо делать как не удивительно звучат мои слова вот как должно звучать ваше оправдание так виноват ваше объяснение в на бумаге когда вас будут опрашивать хочу пояснить что в данном материале я не имел или не имела умысла на возбуждение ненависти и вражды в отношении какой бы то ни было группы граждан также не имел умысла на оскорбление и унижение каких бы то ни было групп граждан при этом я выражаю исключительно собственную точку зрения на описываемые события используя слова и выражения которые являются для меня повседневными в общении со всеми без исключения гражданами которые в свою очередь ни разу не указывали мне на недопустимость подобного стиля общения ни разу не высказывали замечание на оскорбительность или унизительность подобного стиля общения из чего я делаю вывод о том что используемый мной стиль общения никоим образом него мог кого-либо оскорбить или унизить вот только так и никак иначе ошибка многих людей которые попали под молох вот этой поистине безумной путинской судебной машины состоит в том люди начинают доказывать что они правы не на вы им не докажете есть экспертиза и есть ваши объяснения и вот когда вы начинаете доказывать что вы правы это любой судья вас при поймет так что вы настаиваете на оскорбление идем дальше после этого наступает следующий момент когда вы сказали что вы ничего не имели в виду вас попросят в следствии уже в следственном комитете вы будете повторять то же самое далее уже следователь он попросит объяснение от лиц которые проживают с вами только так это могут быть родители ваши супруги ваши друзья ваши соседи вот предупредите их чтобы они сказали то же самое абсолютно то же самое ну разумеется друзья мои вы прекрасно понимаете что тут все зависит от контекста что может быть это будет лайк или это может быть репост вы должны объяснить что вы лайкнули не потому что вам это нравится а для того чтобы просто отметить чтобы вы получали ну грубо говоря уведомление ну услов далее идем дальше от вас попросят как я уже сказал от ваших близких объяснение вот оно должно быть приблизительно таким же следующий момент самый неприятным следователь может попросить вас осмотреть вашу квартиру подчеркиваю не обыскать это не обыск это осмотр так вот не отказывайте могут там как это будет происходить это будет письменное объяснение приблизительно такого содержание причем я здесь подчеркиваю один важный момент на самом деле все эти следаки они прекрасно понимают дурь глупость и безумие вот всего происходящего они просто дадут вам образец и скажет сами заполните и сфотографируйте каждую комнату в двух ракурсах от угла к углу и принесите электронные фотографии все им важно самим следакам закрыть дело им нафиг это вот все не нужно они сами понимают бред происходящего ну и на финальном этапе соответственно следователь даст команду либо участковому инспектору либо сотруднику центра опросить самостоятельно ваших соседей на предмет того не экстремист ли вы они ответят нет не экстремист после чего следователь пишет постановление об отказе в возбуждении уголовного дела все финита ля комедия мне могут возразить сказать юра но как же так ты сейчас говоришь все прямо противоположное тому что советуют многочисленные сайты правозащитников друзья мои я если помните в самом начале сказал что все зависит от того что вы то сами хотите вы хотите сесть в тюрьму или вы хотите оставаться на свободе если вы хотите оставаться на свободе я вам сказал как это будет работать разумеется разумеется при условии того что вы действительно не призывали к противоправному не разжигали не унижали и не оскорбляли это при этом условии а что касается многочисленных юридических сайтов многочисленных советов адвокатов то извините меня конечно за цинизм но я вам скажу что врач заинтересован в большом количестве больных тогда у него работа будет вот точно так же и адвокат он заинтересован в том чтобы к нему обращались как можно чаще и как можно больше работы у него было мне не очень приятно это говорить но к сожалению мне в сети доводилось встречать очень много правозащитных некоммерческих организаций которые вот говорят действительно прямо противоположное тому о чем я сейчас сказал но вы поймите на каждом заключенным на каждом гражданине которого отдали под суд против которого возбуждено уголовное дело и который отправился в тюрьму пиарится они поэтому я еще раз повторяю все зависит от вас что вы хотите хотите стать мучеником делайте все с точностью до наоборот тому что я вам сказал причем на любом этапе потому что на любом этапе поступить наоборот тому что сказал я это дает основание следственному комитету возбуждать уголовное дело далее смотри выше я сказал что вероятность того что вы получите оправдательный приговор 0 4 процента оно вам надо думайте сами я для себя я сейчас подчеркиваю я говорю за себя я предпочитаю оставаться на свободе при этом в своих роликах я не призываю я не разжигаю я не унижаю и не оскорбляю то что привиделось каким-то там зомбированным идиотом или натуральным шизофреником или моим недоброжелателем а уверяю вас друзья таковые есть у любого живого человека это их интимные проблемы меня они не касаются я предпочитаю делать свое дело оставаясь на свободе и отдавая себе отчет что оставаясь на свободе я буду вам гораздо полезнее нежели в качестве заключенного а какой путь выберете вы сами решать извините вам ну и разуме в качестве небольшого по скрипту я полагаю что ответил вам на вопрос являюсь ли я засланным казачком вы полагаю тоже это поняли любой человек не являясь засланным казачком может оставаться на свободе и не попасть под каток этой репрессивной машины если он будет действовать именно в соответствии с данными правилами разумеется я прошу трезво смотреть на вещи и понимать что это правило общее и конкретные слова которые вы должны говорить они зависит от ситуации например я не удивлюсь если кого-то из вас обвинят фейковой статье которую якобы вы написали но вот как ваш покорный слуга столкнулся вот с этим и многие кстати говоря столкнулись с этим я например уже на сегодняшний день забанил у себя в аккаунте 7 юриев гимельфарбов то есть фейковые аккаунты под моим именем люди которые пишут дикие экстремистские вещи но я к этим аккаунтом не имею ни малейшего отношения и не убежден что и вы друзья мои тоже рано или поздно с этим не столкнется это нормальная в кавычки конечно явление увы так оно и получается но исходя вот только из того что человек остается на свободе это совершенно отсюда не следует что он засланный казачок это просто означает что человек знает как работает эта система и умеет не попадать под ее жерновы ну и в заключении друзья несколько самых элементарных мер безопасности во первых я уже набил мозоль на языке говоря уходите из социальных сетей вконтакте и одноклассники уходите там ничего вы не докажете избегайте эти социальные сети с той же тщательностью с которой вы избегаете свалку радиоактивных отходов уходите оттуда не пользуйтесь почтой mail.ru яндекс.ру и так далее не пользуйтесь ими вот я не понимаю это что вот пример тот же той же марии фроловой из барнаула или вот этот магаданского блогера вас что до сих пор ничему не научил прекратите пользоваться этими сервисами перестаньте впрочем я подчеркиваю мои советы только для тех кто не хочет сидеть если вы хотите стать героями вперед это ваш выбор все вам доброго подписывайтесь на канал не ваш вот не забывайте ставить лайки распространяйте это видео проверяйте свою подписку и всегда помните выводы делать только вам до встречи